МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА События, которыми запомнилась уходящая неделя в программе «Область. События. Факты». В студии для вас работает Наталья Ткачук. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Заслужили не словом, а делом. Амурским волонтерам, оказывающим помощь участникам СВО, вручили премию «Команда Путина». Больше возможностей для путешествий. Благовещенской Сочи уже в мае свяжет прямой рейс. Будут развивать новое направление. В Амурской области появятся экскурсоводы в сфере промышленного туризма. А сейчас об этих и других темах более подробно. Народный фронт вручил премию «Команда Путина» амурчанам, оказывающим помощь участникам специальной военной операции. Среди лауреатов – те, кто не остается в стороне и помогает бойцам, находящимся на передовой. На награждении побывала наша съемочная группа. Увидеть и отметить тех, кто неустанно помогает солдатам в зоне спецоперации, отправляет гуманитарную помощь или сам доставляет ее. Амбассадор Народного фронта, ведущая Первого канала Полина Цветкова, тоже не остается в стороне. Оказывает поддержку мирному населению Донбасса. Благовещенск приехала впервые. Посетила Амурскую столицу, чтобы познакомиться с амурчанами, которые ежедневно доказывают и не словом, а делом, что своих не бросают даже в самое сложное время. В лице каждого участника хотим донести до граждан нашей страны, что мы все едины, что мы все вместе. И не может быть так, что когда у руки палец повредили, рука сама не болит, не ноет все тело при этом. И, конечно, нужно стараться это единство не только внутренне нести, а и словами, и делами, в том числе и показывать, что если кому-то нужна помощь, то найдутся люди, которые сделают все возможное, чтобы объединиться и помочь. А иногда просто вместе порадоваться и поддержать. Всего на церемонии наградили 30 жителей при Амуре. Выдвинуться на премию самостоятельно нельзя. Всех номинантов находит Народный фронт, который принимает решение о вручении знака общественного признания. Лауреаты признаются, награда стала полной неожиданностью. Свой вклад в общее дело вносят не ради премий. Я мама военнослужащего. Все мое окружение – это наша войсковая часть, это вся наша жизнь. Началом СВО все ребята ушли, и кто если не мы, будем ему помогать. Соответственно, начали изготавливать сначала борщи, потом волонтеры района присоединились с сетями, со свечами, с носилками тактическими. Мы обучаем пилотирование военнослужащих, а также контрактниках и мобилизованных. Пилотирование не только коммерческих дронов, но и ФИПВ дронов для разведки, для доставки грузов и непосредственно обслуживания дронов. Я желаю, чтобы никто не остался в стороне, потому что вклад, который мы вносим, вносим в победу. И, конечно же, команда Путина должна, и она постоянно расширяется, потому что это люди, которые чувствуют в себе частичку именно нас, Родины. Нельзя сомневаться, нельзя сомневаться в том, что ты поможешь, потому что кажется, что ты очень маленький человек во всем огромном-огромном мире, но именно благодаря сотням, тысячам таких маленьких людей мы достигаем больших вершин. Потому что люди, которые сейчас находятся далеко от своих семей, далеко от своей Родины, им очень нужна наша помощь. Премия «Команда Путина» инициирована в 2022 году Народным фронтом, лидером которого является президент России. Волонтеров уже отметили в нескольких городах страны. Первыми стали Донецк и Луганск. Нам очень повезло, что нашей страной управляет человек, у которого хватило мужества, хватило воли, патриотизма принять очень важное и очень сложное решение. И сегодня весь мир смотрит на то, как жители России, как наш народ реагирует на эти решения, поддерживает или нет нашего президента. Я уверен, что на предстоящих выборах он получит очень высокую оценку. Абсолютно в этом уверен. Это будет ответ всему миру от нашего народа о том, что все, что делает наш руководитель, делает правильно. Но если ранее вручение премии проходило не во всех регионах, то в этом году торжественные церемонии состоятся уже по всей России, чтобы команда Путина прирастала единомышленниками, теми, кто неравнодушен к родине. Денис Блащук, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. В Преамурье будут активно развивать беспилотные авиационные системы. Планируется разработать областную программу и создать профильный центр компетенции, а также начнется подготовка кадров для этой отрасли. Как рассказали в областном правительстве, региональная программа предполагает подготовку кадров для отрасли беспилотной авиации, внедрения беспилотников в различные сферы экономики, а также создание собственных площадок по производству дронов. Первые заявки от Амурского бизнеса уже находятся в региональном фонде поддержки промышленности. Планируется и создание необходимой инфраструктуры. В регионе обустроят имеющиеся и построят новые взлетно-посадочные площадки для беспилотников, а также пункты наблюдения, техобслуживания и управления. Напомню, в 2024 году запущен новый национальный проект «Развитие беспилотных авиационных систем». Его инициировал президент страны. В Амурской области появятся экскурсоводы в сфере промышленного туризма. Профильное обучение сейчас проходят 20 специалистов, крупных компаний, которые уже работают или планируют развивать это направление. О новом туристическом сезоне и итогах предыдущего рассказали в правительстве региона. Наш корреспондент с подробностями. Основной итог прошлого года, которым можно гордиться, говорят правительства, это то, что регион занял третье место на Дальнем Востоке по числу туристов, остановившихся в области на несколько дней, и пятое место по числу поездок. По итогам летнего сезона Преамурья оказалась в лидерах Турпотока России наряду с Мурманской областью. Четыре бренда Амурской области, на которых базируется туризм, космос, граница с Китаем, Бам и река Амур. Поэтому приоритетными направлениями на 2024 год назвали развитие промышленного, событийного, экологического туризма. Мы стали активнее работать по привлечению мер федеральной поддержки на эти цели, и у нас по итогу 2023-2024 год сейчас на федеральные средства, то есть на средства федеральных грантов создаются сразу несколько очень интересных объектов. Это два новых объекта пляжа, хорошо обустроенные, с комфортными локациями для туристов, различных целевых возрастов и целевых аудиторий. И более того, это еще и наши средства размещения, модульные отели. Также с прошлого года регион активно использует средства единой субсидии, которые позволяют обустраивать новые площадки и зоны отдыха. Большая работа планируется по обустройству дорожного сервиса. Как говорят в отрасли, 15% людей путешествуют на своем транспорте. Учитывая протяженность амурских территорий, необходимо создать комфортную инфраструктуру. Кроме того, крестьянско-фермерским хозяйством предлагается развивать агротуризм. Положительный опыт есть в других регионах. Также предприниматели могут получить поддержку для разработки экологических троп. Как считают правительства региона, амурскому туризму есть куда расти, и для бизнеса много возможностей для его развития. Сейчас портфель инвестиций по турпроектам разного масштаба порядка 50 миллиардов рублей, и это не предел. Ирина Батина, Владимир Петренко, Морское областное телевидение. И в продолжение темы. Авиарейс Благовещенск-Сочи планируется запустить в конце мая. Предварительно курсировать самолеты будут два раза в неделю, по вторникам и субботам. Об этих и других планах нового летного сезона рассказали на пресс-конференции в региональном министерстве транспорта. Ирина Батина продолжит тему. Три новых направления Сочи на Дальний Восток запустят в этом году одна из авиакомпаний. Южный город свяжет прямые рейсы до Хабаровска, Владивостока и Благовещенска. Программа полетов рассчитана на летний сезон с конца мая по середину октября. Совершать рейсы будет нетипичный для Благовещенского аэропорта широкофюзеляжный самолет. Принимать такие воздушные суда позволила новая взлетно-посадочная полоса. Очень комфортный самолет, малошумный. Что первое бросается в глаза, это, конечно же, просторный салон, когда человек входит туда, два прохода. Достаточно просторная кухня, где можно в процессе полета немного пройтись, размяться. Те пассажиры, которые с малышами часто, они там убаюкивают своих детей. По всем тарифам также доступно бесплатное питание двухразовое на рейсах из Дальнего Востока, Сочи. Прохладительные напитки, горячие напитки. Будет предложен ряд дополнительных услуг пассажирам, таких как право спортивного оборудования, несопровождаемые дети, что очень актуально в течение летнего сезона, поскольку люди часто отправляют своих детей к морю, к родственникам. И очень удобно, когда экипаж в течение полета может сидеть за детьми. Для рейса разработаны три тарифа. Будут и субсидированные билеты для отдельных категорий – инвалидов, пожилых, молодежи. Их продажи уже открыты. Для транзитных пассажиров обещают удобной стыковки рейсов. Благодаря прямому беспосадочному рейсу жители Амурской области получают возможность летать не только на главный морской курорт России, но и путешествовать по международным направлениям, таким как Турция, Армения, Азербайджан, Египет, Израиль, а также по южным направлениям, в том числе Минеральные воды, Владикавказ, Махачкала, Ставрополь и многие другие. Что касается других направлений из областной столицы, то, по словам представителей Благовещенского аэропорта, сейчас с авиакомпаниями обсуждаются маршруты Харбин, Таиланд и Вьетнам. Часть из них запустят уже весной. Ирина Батина, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. А сейчас к другим темам. 40% случаев рака можно предотвратить, а 90% вылечить, если обнаружить его на ранней стадии. Врачи-ординаторы Амурской медицинской академии провели видео-флешмоб, посвященный Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля. Наш корреспондент продолжит тему. Постоянное развитие, новые методы диагностики и лечения. Онкологию сегодня называют одним из самых бурно развивающихся направлений в медицине. Есть, что изучать и куда расти, говорят врачи. Именно это повлияло на выбор специальности Алины Новгородовой. Врач-ординатор пока еще ведет больных под присмотром куратора, но успела пройти стажировку в израильской клинике. Больше всего меня впечатлило именно отношение к пациентам в этой клинике. То есть принцип этой клиники основан на том, чтобы пациент не чувствовал себя пациентом. То есть это обеспечение таких условий, такого отношения, при котором человек почти не задумывается о том, что он болен, просто проходит обследование и лечение. За два года работы Алина видела разных пациентов. Признается, в тяжелых случаях даже плакала. Но несмотря на сложности, ответственность профессии от своей цели найти эффективный способ лечения отступать не собирается. Хочу, потому что это шанс многих людей на продление жизни, на счастливую жизнь. Пусть даже если отведено не так много времени, мы настроены на то, чтобы улучшить качество этой жизни. И сделать его более, как сказать, более легкой. Наставник молодых врачей Ольга Викторовна более 30 лет занимается лечением онкологии. Говорит, что сегодня злом является невежество, а не само заболевание. Нужно постоянно говорить о профилактике и учить амурчан быть внимательными к себе. Потому что образ жизни иногда важнее, чем генетическая предрасположенность к заболеваниям. Тут само время настраивает молодых специалистов на то, что рак все-таки излечим и победим. Потому что то, что сегодня используется в плане лекарственного, лучевого лечения, те возможности хирургии, которые используются для наших пациентов, они сами привлекают специалистов именно в эту отрасль. А с другой стороны, конечно, это требует большой подготовки и знаний. То есть этот врач все время в учебе, он все время интересуется последними открытиями, достижениями. Наверное, как все мы, стремится это лучшее, внедрить в свою жизнь и получить хороший результат. Ирина Батина, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Проверить здоровье сердца, освоить навыки оказания первой медицинской помощи, познакомиться с новейшими технологиями. Амурская делегация приняла участие в Дне здоровья, который прошел на выставке «Россия» в Москве. Павильон при Амуре посетил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он ознакомился с внутренним оснащением мобильного фельдшерско-акушерского пункта, который позволяет проводить диагностику пациентов, в том числе за пределами лечебного учреждения. Он оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. Это электрокардиограф, это анализаторы крови и мочи, тонометр, термометр, спирограф и так далее. Возможность этого оборудования передавать электрокардиограмму на расстоянии, как искусственный интеллект в региональный сосудистый центр, где работают врачи-кардиологи круглосуточно 24 на 7, быстро читают электрокардиограмму и дают обратную связь специалисту, который находится у постели больного, с определением дальнейшей тактики ведения этого пациента и определением лечения. Также Михаил Мурашко положительно отозвался и о проекте Амурского медицинского колледжа по обучению населения навыкам оказания первой помощи. Посетители Амурского павильона могли проверить работу внутренних органов, а также познакомиться с наиболее эффективными практиками, которые внедряются в Преамурье. Например, улучшение репродуктивного здоровья населения. В областной больнице работает кабинет молодой семьи. Молодоженам при регистрации брака в ЗАГСе вручают сертификат здоровья. Он позволяет супругам бесплатно пройти медицинское обследование. А сейчас коротко о том, что ждет вас во второй части нашей программы. Неразрушающий контроль. В Преамурье будут обучать дефектоскопистов. Чайник долголетия, статуи Будды, старинные свитки. В Амурском краеведческом музее работает экспозиция, посвященная странам Востока. Большая часть экспонатов из Китая. Хрустальная туфелька на лепестках лотоса. Благовещенский прошел Дальневосточный фестиваль исполнителей классического танца. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Трехметровый надувной самовар, спортивный балет на льду, народные игры. Так в Преамурье стартовал год семьи. Торжественное открытие состоялось в Благовещенском парке Дружбы. Там побывала и съемочная группа АОТВ. Мы видим, как во всем мире распространяются нетрадиционные ценности. Для нас это абсолютно неприемлемо. Мы всему миру говорим, что мы страна многонациональная, в которой традиционные ценности на первом месте. Наши ценности – это большая семья, это папа – мужчина, мама – женщина, много детей. Вот ради этого сегодня мы все собрались. Торжественное открытие началось в передаче «Огня семейного очага», который семья Ицишиных привезла в Преамурье из Москвы. Его раздали представителям всех регионов на выставке России в рамках семейного форума «Родные и любимые». Благовещенский частичку вручили восьми амурским семьям, победителям конкурса «Семья года». Еще одна лампада будет храниться в управлении ЗАГС по Амурской области. Затем семьи переместились на лед озера, где все вместе раскрасили логотип года. Маргарита Щеблыкина приехала в Благовещенск за 70 километров вместе с внуками специально на праздник. Говорит, важно, чтобы с малых лет дети видели любовь и заботу в семье. Сейчас у амурчанки пятеро внуков, все вместе лепят вареники, смотрят мультфильмы, играют. На праздник Благовещенск пригласили делегацию из Китая. Говорят, что в Поднебесной тоже чтят семьи и проводят мероприятия для взрослых и детей. Для нас большая честь принимать участие в открытии года семьи в Амурской области. Мы видим улыбки на лицах, радость детей и родителей. Это очень трогательно. Мы тоже ценим роль семьи, ведь именно семья имеет важное значение в каждой стране. Я лично считаю, что такие мероприятия очень нужны и на международном уровне, потому что дружба между Китаем и Россией передается из поколения в поколение. Фотозоны, ростовые куклы, надувные матрешки и самовар высотой три метра. Праздничная атмосфера царила в каждом уголке парка дружбы. Пока в одном месте играли в народные игры, в другом болели за хоккеистов, делали семейные фотографии на фоне ледовой открытки. Для меня семья – это жизнь. Это нелегко, это взаимопонимание. Каждодневный труд. Это каждодневный труд, да. Но большое счастье. Большое счастье. У нас трое детей, и мы очень счастливы. Надо поднимать патриотизм, а вообще семью в России. Да, чаще, конечно, но сплачивает семью. Вот веселья, народу много. Особенно вот семьям, это для детей, так это вообще. Они же очень нравятся. Мамы с папой вместе пойти, поиграть, погулять. Напомню, что амурские семьи могут присоединиться к всероссийскому проекту «Все с семьей». Самых активных наградят ценными призами, например, поездкой по России. Ирина Батина, Антон Максимов, Тимофей Овчинников, Амурское областное телевидение. От автоматического проращивателя микрозелени до спутника. В День российской науки, который отмечается 8 февраля, студенты АМГУ показали свои разработки. Научная деятельность в университете ведется постоянно и уже приносит практические результаты. С молодыми изобретателями встретился Денис Блащук. Владимир Бендик уверен, что за беспилотными автомобилями и техникой будущее. Поэтому в качестве дипломной работы выбрал проект автоматизированной системы управления беспилотным электрошасси. С момента начала работы прошло менее полугода. И она еще не закончена, но результат уже виден. Пока это только платформа, которая свободно перемещается в пространстве. Управляется тоже несложно со смартфона. В дальнейшем такой малогабаритный робот может использоваться для перевозки грузов. Владимир стал увлекаться наукой, изобретениями в колледже. Сейчас уже не представляет себя без этого. С первого же курса влился студенческое конструкторское бюро. Все время чем-то занимался. Очень много домашних проектов веду. Часто мне друзья обращаются, просят что-то для них сделать. Так что я, можно сказать, такой вот уже инженер. Самое популярное, с чем обращаются, это делать устройство для контроля температуры в помещениях. Очень простое устройство. Оно включается в розетку, а в нем уже другая розетка установлена. А в эту розетку включается обогреватель. И когда температура в помещении превышает какую-то заданную, обогреватель выключается. Когда температура упадет ниже заданной, он снова включится. Планирую связь свою жизнь с наукой. Уже сейчас задумываюсь о поступлении в университеты, на магистратуру. Рассматриваю университеты Москвы, Петербурга. А вот Полина Стоцкая и Илья Кузнецов всерьез задумались о том, как выращивать микрозелень, при этом не уделять занятию много личного времени. Наше устройство называется автоматизированный проращиватель микрозелени. Его уникальность заключается в модной конструкции, возможности автоматизировать не только систему подачи воды, но также вентиляцию и свет. В автоматизированном проращивателе вода для полива может подаваться строго назначенное время с определенным интервалом. Первые результаты уже тоже есть. Вырастили пшеницу, сейчас ждут гречиху. Урожай снимают каждые 5-6 дней. Но на этом научная работа с микрозеленью не заканчивается. Сам интерес к микрозелени заключается в том, что существует мнение, ну и даже исследование существует, что в самой микрозелени состав веществ более богатый, чем в исходном сырье в семени, в зерне. Поэтому сейчас вот студенты проводят опыты над выращиванием микрозелени овса, гречихи и пшеницы. Вот мы микрозелень выращиваем, затем ее сушим, потом превращаем это в порошок. Ну пока мы накапливаем материал, а в дальнейшем мы это все отнесем в лабораторию и будем сравнивать состав веществ. Автоматический проращиватель микрозелени – это тоже дипломная работа Полины. Но в будущем, признается девушка, в науке она себя не видит. Мне всегда были интересны в целом в школе технические, математические, точные специальности, точной науки. И поэтому в целом решила связать жизнь тоже с технической специальностью, с профессией. Лично я себя не вижу в науке, я скорее вижу себя просто в данной специальности, просто в работе, в профессии. А вот Артем Галых с будущим определился. Сейчас уже является научным сотрудником лаборатории малых космических аппаратов АМГУ. Это та самая лаборатория, где в скором времени пройдет окончательную сборку российско-китайский спутник «Дружба». Сейчас он находится в Китае, а в АМГУ его точно инженерная копия. Это спутник «Дружба-трук», разрабатываемый Ассоциацией технических университетов России и Китая. Его основная задача – это, соответственно, зонирование земли. Вот здесь у него располагается камера высокого разрешения, то есть это основная полезная нагрузка. Сам спутник уже собран, сейчас готовится к отправке в Преамурье. После запуска аппарат будет помогать съемке природных явлений даже в поиске пропавших объектов. Но перед этим ему предстоит пройти предполетные испытания. Здесь же в лаборатории находится разработка Артема – имитатор транспортного пускового контейнера. Он позволяет провести вибродинамические испытания на спутнике. Правда, в АМГУ тестирование проходит аппараты меньшего объема, чем российско-китайская разработка. К слову, в дальнейшем Артем надеется, что космос для него станет ближе. Возможно, планирую связать свою жизнь с космодромом или другими организациями, занимающимися либо разработкой, либо тестированием, исследованием космических аппаратов. Космос привлекает тем, что в нем бесконечно можно развиваться, то есть кругозор для разработок там неисчерпаемый. Поэтому можно проектировать все, что угодно, как угодно и где угодно. И кто знает, быть может, уже в ближайшем будущем молодые амурские ученые изобретут автоматический проращиватель зелени, который можно будет использовать не только на Земле, но и в космосе. А выращивать ее там будут роботы, тоже собранные ими. Денис Блащук, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. В Амурском многофункциональном центре профессиональных компетенций будут обучать студентов по специальности дефектоскопист. Для этого в учебном заведении открылась новая мастерская, не разрушающая контроль. Средства на оборудование выделены в рамках президентской субсидии и бюджета региона. Сейчас такая профессиональная лаборатория единственная на Дальнем Востоке. Что это за профессия и почему она так востребована на крупных промышленных производствах, расскажет Юрий Камышный. Предмет «Неразрушающий контроль» появился в расписании Белогорского многофункционального центра профессиональных квалификаций всего несколько дней назад. Благодаря новейшему оборудованию ребята учатся выявлять дефекты в металлических конструкциях. Осмотр проводится визуально, ультразвуком, радиографически. Всего несколько способов. К примеру, здесь после того, как будут подключены все детали, аппаратура сама найдет пустоты в сварных соединениях. После выбирается соответствующая настройка под металл или же под эталон. Наносится контактная жидкость. Вот на этой детали, на этом эталоне мы можем определить, на каком расстоянии, на какой глубине находится дефект с помощью данного преобразователя. Профессия дефектоскописта сегодня очень востребована на самых разных производствах. Такие специалисты нужны на железной дороге, в газо- и нефтехимической отрасли, в строительстве туннелей и мостов везде, где есть металлические конструкции. Профессия очень востребована. Для того, чтобы обучаться этой профессии, необходимо, вот, наше вагонное ремонтное депо отправляет учиться в Новосибирск. Также в другие города ребята ездят для того, чтобы обучаться. Поэтому открытие данной профессии, обучение, необходимо для того, чтобы мы смогли наших же ребят, людей, работающих на предприятиях, начать обучать. Идея открыть такую мастерскую в учебном заведении появилась несколько лет назад. Сегодня здесь не просто готовят сварщиков, но и проводят региональные этапы конкурсов профмастерства по этому направлению. А для тестирования такого уровня эта лаборатория просто необходима. На первом этапе мы активизируем обучение студентов в рамках модуля у сварщиков по анализу и контролю сварных швов именно металлоконструкций. Но в дальнейшем, ориентируясь на запросы наших работодателей, партнеров, тех, для кого мы выпускаем, прежде всего, для трудоустройства наших специалистов, наших студентов, мы будем докупать специализированное оборудование для того, чтобы готовить уже дефектоскопистов не только по металлоконструкциям, но, возможно, и по бетонным работам. В том, что новая профессия будет востребована, в центре не сомневаются. Сейчас в учебном заведении уже формируют планы набора на будущий год. Составлять его будут с учетом заявок от потенциальных работодателей. Юрий Камышный, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. К другим темам. Балетные вариации, яркие и интересные образы. В Благовещенске прошел второй Дальневосточный фестиваль исполнителей классического танца «Хрустальная туфелька на лепестках лотоса». На галоконцерте побывала и съемочная группа нашего телеканала. Около двухсот юных балерин из Читы, Хабаровска, Благовещенска и Белогорска. По сравнению с прошлым годом количество участников фестиваля выросло вдвое. Причем некоторые коллективы прибыли на конкурс полным составом. Целых 11 номеров, столько же костюмов. Дети наши привыкли к нашим авантюрам. Наш замечательный директор, наши педагоги готовы ко всему. Поэтому мы приняли этот вызов. Самый большой страх у нас был приехать с поезда и сразу окунуться в конкурс. Но дети справились, они были настроены на это. Они большие молодцы, значит могут еще больше. В этом году на конкурс мы приехали уже во второй раз. Первый раз мы приезжали в прошлом году. Конкурс оставил о себе огромное положительное впечатление. Поэтому мы даже не раздумывая собрались и приехали на этот конкурс. Он очень важен, потому что сейчас балетом заниматься модно, престижно, полезно. Но очень мало узконаправленных специализированных конкурсов, фестивалей, как данный конкурс. Мы же не просто так приезжаем на конкурс, чтобы себя показать. Мы показываем, что посмотрите, какие есть дети, какие есть таланты, какие есть рядом. На кого нужно равняться и куда следует стремиться. И поэтому вот благодарю организаторов конкурсов за то, что они действительно организовали такой масштабный фестиваль. Пригласили таких именитых членов жюри, ради которых в принципе мы и приехали. Потому что конкурс классической хореографии проводится крайне редко. Более 70 номеров в конкурсной программе. И лишь 20 были отобраны для гала-концерта. Их оценивали приглашенные гости – артисты, балета и педагоги высшей категории из Москвы и Нижнего Новгорода. В этом году большое количество детей. Детки все очень талантливые. Это правда. Очень хорошее качество материала, которое педагоги дают детям. Замечательно. Сложно было оценивать, безусловно, всегда сложно. Потому что нужно выделить, кто лучше, кто хуже. Они все классные, они все хорошие, они все способные, они все могут. И есть нюансы общие, какие-то замечания. Но на самом деле я получила большое удовольствие от фестиваля, от общения с педагогами, которые детей привезли, от деток. Все это замечательно, все прекрасно. Гостем фестиваля стал эвенкийский коллектив, который приехал из самого северного села Зейского округа – Бомнак. Ансамбль ставит номера, посвященные культуре своего народа. Их танцы олицетворяют тайгу, животных, звуки природы. Для нас это такая возможность большая – выехать куда-то в регион, в область и показать свою культуру, показать свои эвенкийские танцы. Для нас будут московские преподаватели здесь, в Благовещенске, проводить мастер-класс для нашего коллектива. Мы очень рады такой возможности, что действительно мы поучимся у профессионалов настоящих. После выступления на Амурской сцене участники отправились в Хэ-Хэ. Более 120 танцоров обменялись опытом с коллективами из КНР. Выступили на фестивале «Краски китайского и русского искусства», посвященного молодежному культурному обмену. Валентина Абрамова, Юрий Кантомиров, Амурское областное телевидение. Ларец для хранения шариков с головного убора чиновников. Шелковая рубаха – чайник долголетия. Больше 300 удивительных артефактов стран Востока представлено в двух залах Амурского краеведческого музея. Значительная часть посвящена экспонатам из Китая. Наша съемочная группа познакомилась с экспозицией. Русский экскурсовод Амурского музея Александра Николаенко не только с китайским языком на «ты», но и с культурой и историей Поднебесной. За время работы Амурчанка настолько изучила экспонаты, что рассказывает о Китае самим же жителям КНР. Особый интерес для китайских туристов представляет свиток, который называется Цинмин на реке. Вот на первый взгляд, если мы посмотрим на этот свиток, мы ничего особенного не увидим. На самом деле там изображено 814 человеческих фигур, 28 лодок, 74 животных. И были, скажем так, за пять лет моей работы такие посетители, которым принципиально было посчитать эти людей, фигурки и так далее. Но никому посчитать еще не удавалось. Слишком уж они мелкие и слишком много фигурок. Копия свитка XII века – не единственный уникальный экспонат, вызывающий интерес китайских посетителей. Деньги разных эпох привлекают внимание и взрослых, и детей. Интересно, что первыми деньгами были морские раковины, затем монеты в виде мотыги. Гораздо позже появились известные Амурчанам копейки с отверстием. К слову, эта особенность рождала массу легенд. В современном мире считается, что вот такие круглые монеты с квадратным отверстием внутри имеют магическое значение. Слышали наверняка такие версии, что это отверстие для привлечения денег и так далее. Нет, на самом же деле такие монеты были более практичны. Потому что их связывали специальным способом, носили примерно в районе талии, где-то на ремне. И можно было на веревочке отвязать одну монетку, а остальные монетки оставались при своем хозяине. И также квадратное отверстие получено в результате способа изготовления такой монеты. Еще один предмет, возле которого люди останавливаются надолго – пагода 20 века. Для многих народов это культовое сооружение, а для музея – удивительный предмет ручной работы, где миниатюрные детали – точная копия оригинальных, даже люди. Эта пагода вырезана из единой слоновой кости. Представлена она в виде 13-ярусной пагоды, каждый ярус которой венчает колокольчики. Ну, мы их так можем назвать, да, на самом деле в реале это были бы уже большие колокола. Окружает пагоду 23 стражника, которые охраняют эту пагоду. И также, если близко мы посмотрим, мы увидим ажурный забор, который вырезан без единого скола. И что самое интересное, пагода внутри абсолютно пуста. Так как я обладаю знаниями китайского языка, спрашивала у наших туристов, а могут ли сейчас мастера произвести подобное? Ну, пока что я слышу только отрицательные ответы. Еще китайских посетителей удивляет, что все эти артефакты в русском музее оказались в качестве подарков. И даже изделия из удивительного камня – агальматолита, который встречается в природе разного цвета. Считается, что он обладает лечебными и магическими свойствами. Вообще, китайцы склонны наделять значением любой предмет. Например, здесь же хранится чугунный чайник долголетия с изображением черепах или керамические вазы. Ирина Батина, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. На льду реки Амур начали устанавливать хоккейную коробку для международного матча между российскими и китайскими хоккеистами. Он состоится в рамках фестиваля зимних видов спорта. Работы стартовали 5 февраля и должны закончиться 15-го. Сейчас толщина льда составляет более 1 метра, что позволяет выдержать нагрузку до 90 тонн. Также на Амуре установят трибуны для зрителей, рассчитанные до 500 человек с каждой стороны. Напомню, международный фестиваль зимних видов спорта пройдет на льду пограничной реки 24 и 25 февраля. В первый день состоятся хоккейные матчи, во второй – автомобильные гонки. Новыми активностями в этом году будет российско-китайская льдовая открытка на пограничной реке. Мы также проводим работу с приглашением в гости хоккеиста, который не только примет участие у нас в открытии мероприятия, но и проведет мастер-класс для наших детей. Команда «КамАЗ-Мастер», команда «Урал» также примут участие в этом событии. И большая программа рассчитана на зрителей и поверщиков, которые будут находиться на набережной Амуре. Будет и выставка автомобилей, будут работать лавки с сувенирной продукцией, с питанием, горячим чаем. Много интересных площадок будут работать. Это и катание на собаках, и будут соревнования по игре в снежки. И достаточно большая программа предусмотрена. На набережной реки Амур установят экран, где можно будет посмотреть прямую трансляцию. Наш телеканал по традиции покажет соревнования в прямом эфире. Увидеть их можно будет также на сайте и в телеграм-канале Амур-ТВ. В Благовещенске прошел второй этап Зимнего Кубка Ассоциации развития технических видов спорта в Амурской области по дрифту. За награды боролись 28 гонщиков, спортсмены из областной столицы и Свободного. Наш корреспондент расскажет подробнее. Первым делом участники должны проехать по трассе согласно заданиям судьи. От результатов квалификационных заездов зависит, каким номером спортсмен поедет в парных соревнованиях. Причем лучших специально ставят в пару с теми, кто набрал меньшее количество баллов. Это сделано для того, чтобы те, кто едут правильно, быстро и умеют очень хорошо ездить, ну я таких силовиками называю, они должны уметь отрабатывать и с медленными машинами, не только быстро ездить и без всяких корректировок углов и тому подобного, они должны уметь отрабатывать. В парных заездах два этапа. Сначала тот, кто показал лучший результат, едет первым. Второй участник должен зеркально следовать за ним. После спортсмены меняются местами. Судьи говорят, угадать, кто в итоге станет лучшим, практически невозможно. Если первый номер отрабатывает плохо, второй старается максимально. То есть, опять же, допускается контакт. Если контакт не повлияет на траекторию первого, контакт не запрещен. Также оценивается угол, то есть, так как едет в углу первый номер, как за ним отрабатывает второй. То есть, у них должно быть все абсолютно идентично. То есть, они должны ехать, как будто они друг к другу приклеены, как будто это одна машина. Также смотрится, как проезжает первый, как проезжает второй, потом как они меняются. Из этого выявляется общий балл. Кто проехал лучше задания и первым, и вторым, тот проходит дальше. И, соответственно, сетка выстраивается дальше по победителям. Александр Сикаев занимается дрифтом второй сезон подряд. Несмотря на небольшой опыт, выступил, говорит, неплохо. Машина готовилась. И там небольшие доработки по ходовой, небольшие доработки по мотору, прям не сильно критичные. Сидения спортивные, ремни, как бы и все. Владислав Новиков тоже увлекся дрифтом не так давно. В этот раз решил подготовить машину к соревнованиям не только с технической стороны, но и сделать автомобиль заметнее. «Хотелось сделать что-нибудь интересное, яркое, чтобы зрители посмотрели, запомнили, улыбнулись, какие-то эмоции положительные испытывали. Не просто классная машина, а что-то такое оригинальное». По словам организаторов, в этом году трассу сделали на ускорение, чтобы и спортсмены могли показать, на что способны, и со стороны дрифт выглядел максимально эффектно. Следующий этап – Кубка по зимнему дрифту запланирован на 10 февраля, а заключительный состоится 24-го. Анастасия Петраж, Вячеслав Попель, Амурское областное телевидение. Такова картина уходящей недели. Следите за развитием событий вместе с нами. Смотрите новости Амурского областного телевидения в эфире, на сайте, а также в наших социальных сетях. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире.